Уже третий год подряд фестиваль «Магия и кино» собирает в Одинцовском районе творческую молодежь из разных регионов России. В этом году кинодебютанты могли заявить о себе в одной из 15 номинаций. Прием заявок длился с марта по октябрь. После работала жюри, во главе которого кинорежиссер Егор Кончаловский. Действительно в этом году очень разнообразные и очень сложные для суждения конкурсанты. То, что мне ближе всего, это игровое кино. Там вообще было очень трудно выбирать. Когда мы будем вручать призы, я просто хотел бы про некоторых людей, которые снимали это кино, сказать несколько слов. В общем, уровень очень высокий. И замечательно то, что этот фестиваль живет и развивается, и двигается вперед. Вот мы уже в новом большом прекрасном зале. В этом году участие в фестивале приняли более 150 кинорежиссеров, географии, несколько десятков городов. Впервые была заявлена творческая студия из Луганска, которой достались два призовых места. Жюри отметила высокий гуманистический посыл кинодебютов, социальную направленность и неравнодушие. Молодые кинематографисты очень трепетны в своих художественных проявлениях, при этом по-хорошему амбициозны. Мы очень рады участвовать. Мы, естественно, надеемся на победу и верим в то, что наш фильм поможет людям увидеть что-то интересное и посмотреть на свою жизнь. И с другой стороны немножко. Специальные призы для кинодебютантов подготовил благотворительный фонд «Счастье жизни». В этот раз были отмечены три работы. Буквально с первого фестиваля «Магия кино» мы с членами жюри обратили внимание, как много в нашей стране молодых творческих людей, которых интересует социальная тема, которая им близка, которую они пытаются раскрыть посредством своих каких-то творческих возможностей. Вот сегодня мы выделили таких троих авторов, которые, как мы посчитали, члены жюри в своих работах все-таки сумели каким-то образом понять и осветить эту тему так, что она была раскрыта. Члены жюри, в составе которого кинорежиссер и сценарист Сергей Дебежев и композитор Виктор Сологуб отметили высокий уровень киноработ. Отличились творцы из Санкт-Петербурга. Призами были отмечены студии из Златоуста, Нижнего Новгорода, Жуковского. Неизменно в лауреатах фестиваля – театральный центр «Жаворонки». Гран-при получила работа «Юшка» режиссера Лолиты Наранович. Фильм «Юшка» однозначно просто прошел на гран-при. Это самая лучшая работа, по мнению всех членов жюри. Зародившийся на Одинцовской земле фестиваль «Магия кино» ежегодно становится ярким культурным событием Подмосковья. Конкурс кинодебютантов штурмуют и опытные режиссеры. Ведь любая фестивальная площадка для автора – это возможность достучаться до зрителя, быть услышанным и, возможно, понятым. Мария Польепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.